Представьте ситуацию, когда сумасшедший олигарх заставил вас играть в детскую игру, призом в которой станет богатство, а проигрыш грозит дисквалификацией из жизни. Он пользуется вашими слабостями, ломает ваши принципы и получает от этого настоящее удовольствие. Возникает вопрос, как выжить в этой ситуации? Именно это мы попытаемся понять, разобрав фильм, что бы вы сделали. С вами киноголик Бережной. Устраивайтесь поудобнее, будьте готовы выбирать и приготовьтесь встречать знакомые лица. Ведь мы с вами идем на званый ужин психопата. А перед этим большое спасибо моим спонсорам на Бусти, которые не пожалели от 10 рублей за доступ к видео без рекламы и цензуры, а также периодическим стримам на этой площадке. Фильм начинается в каком-то ресторане, где главная героиня Айрис, по-нашему Ириско, пытается устроиться на работу в качестве администратора или хотя бы официанта. И ей очень нужна эта работа, потому что ей приходится тащить на себе больного лейкемии, брата, чье содержание очень дорого обходится. Настолько дорого, что им приходится даже продать свой дом, чтобы хоть как-то свести концы с концами. После собеседования она отправляется в клинику своего брата по вызову... Господи, это Алконя из Говорунов, который пришел сюда, чтобы заставить меня разобрать шестой зезон! Алконя является лечащим врачом ее брата, который позвал ее сюда по просьбе олигарха Ебабовича, который по какой-то причине очень заинтересован в том, чтобы дать Ириске с братом возможность изменить их жизнь к лучшему. Этот тип отвлекается от загрязнения невинного дивана и представляется героиней известным миллионером, чья семья иногда дает шанс таким, как она, выйти из грязи в князи. И все, что для этого требуется, это прийти завтра на званный ужин с другими такими же нуждающимися и по его окончанию выиграть в неназванной игре. Конечно же, героиня скептически настроена к этой авантюре, но Алконя подтверждает честность Ебабовича, утверждая, что он и сам когда-то выиграл в его игре. А финальным аргументом служит то, что олигарх обещает найти необходимого донора костного мозга для брата, без ожиданий в очереди, что может спасти ему в жизни. Ну и Ириска берет его визитку и уходит домой, обещая подумать над этим предложением. Думаю, любой на ее месте насторожился бы. Будь я там, то сразу бы заметил пренебрежение Ебабовича ко всему происходящему, он явно чувствует себя здесь полноправным боссом, раз может позволить себе щелкать орехи прямо на диван. И Алконя никак этому не возражает, похоже, он зависит от этого человека, поэтому может даже и подыграть ему, убедив нас, что он говорит правду. Ведь в историю про то, что семья миллионера помогает нуждающимся людям, заставляя их участвовать в какой-то соревновательной игре, еще нужно поверить. Потому что это хотя бы просто неэтично, заставлять таких людей играть буквально за свои жизни. Сомневаюсь, что общество одобрило бы такой вид благотворительности, поэтому уверен, что все делается скрытно от полиции и прессы. Но даже если так, то это, пожалуй, наш единственный вариант спасти своего брата, успев провести операцию пока еще не поздно. Так что закрываем глаза на неэтичность и пытаемся разузнать об этой игре как можно больше. Нужно иметь хотя бы примерное представление о том, что нас ждет, потому что опираясь на это представление, мы можем получить преимущество, например, одевшись подходящим образом. А узнать подробности можно прямо сейчас или же потом, связавшись с бывшим победителем Алконей. И еще в обязательном порядке стоило бы пробить в интернете информацию об этом Ебабовиче и его семье, возможно, там упоминались бы эти игры или любая другая полезная инфа. Однако героиня ничего не узнает, а дома ее добивает звонок из ресторана, где ее кандидатуру сняли с рассмотрения. Поэтому она звонит Ебабовичу, принимая его приглашение, и утром врет брату, говоря, что пойдет развеяться с друзьями. Уже вечером за ней такой нарядной приезжает водитель и привозит ее в отдаленный двухэтажный особняк, внутри которого ее встречает классический дворецкий Берримор и семь других гостей. К риске сразу же подходят двое из них, Йорш и Херой, наливают ей выпить и вводят в курс дела, говоря, что никто ничего не знает об игре, но им удалось узнать кое-что о других участниках. Беспалый, азартный игрок, МакКалистер, конспиролог, бабуля просто бабуля, ветеран воевал в Ираке, а изюминка этого фильма Александра, типичная стерва. И сейчас самое время немного подумать. Будь я на месте героини, то начал бы выстраивать доверительные отношения с этими двумя, договорившись, что в случае необходимости мы будем играть в команде. Мы знаем, что победитель может быть один, но не знаем, какие игры нас ждут, может быть такое, что придется работать сообща, так что лучше всего создать команду прямо сейчас. К тому же сообща мы могли бы как-то избавляться от других участников. Также я бы совсем воздержался от алкоголя, потому что он может притупить нашу реакцию, и чтобы за игра нас не ждала, опьянение нам точно не поможет. Тут приходит Берримар и просит всех сдать телефоны и ключи во избежание жульничества в предстоящей игре, и все участники так и поступают, предварительно даже не написав своим близким, где они и что они. Всех их ведут в банкетный зал, где просят сесть согласно своим именам на местах. В процессе МакКаллистер замечает, что все окна заколочены, но почему-то не придает этому значения. В комнату заходит и сам Ебабович со своим сыном, который, блин, тоже из говорунов, отстаньте, я разберу шестой сезон в следующем году! Официанты подают вино, фуагра и стейк, но оказывается, что Ириска вегетарианка и не может ничего есть. На это Ебабович с ехидной улыбкой предлагает ей либо продать свой принцип за 10 тысяч долларов наличными и съесть поданное блюдо, либо не делать этого, но бесплатно. Конечно, Ириска выбирает деньги и съедает мясо, что очень забавит Ебабовича, который буквально поет о том, какая она жалкая, что продалась за 10 тысяч долларов. Следующим под раздачу попадает МакКаллистер, который не пьет спиртного, потому что он бывший алкоголик в завязке. Высокомерно Ебабович предлагает ему 10 тысяч за бокал вина, тот отказывается, тогда олигарх ставит 50 тысяч, но уже за целый графин в виски, и МакКаллистер ломается, выпивая все до дна. Ситуация пахнет уже не жареным, а горелым. Этот человек натурально издевается над слабостями нуждающихся участников, высмеивая их, разрушая принципы и унижая перед остальными. Мало того, так то, что он заставил МакКаллистера выпить целый графин виски, еще и смертельно опасно, ведь в этом графине где-то 750 миллилитров 50% алкоголя. Средняя смертельная доза виски для человека равняется 1200 миллилитров, и пускай этот графин не убьет нас, но он явно выведет нас из предстоящей игры, потому что в таком состоянии нельзя будет и двух слов связать. Хотя, если бы мне предложили выпить такой графин за 50 тысяч долларов, то я бы тоже согласился. Однако, перед этим я бы плотно поел и в процессе закусывал и запивал бы виски водой. А в конце просто ушел бы в уборную, использовал старую добрую технику двух пальцев, что позволит вывести из организма большую часть алкоголя и прийти в чувства для дальнейшей игры. После ужина Ебабович наконец объясняет, что за игра их ждет. Он говорит, что они будут играть в детскую игру «Что бы вы сделали?», только в этой версии игры их выбор нужно будет обязательно исполнить. Также он заверяет их, что ни один из двух вариантов не будет являться приятным, но сделать выбор придется в любом случае. Время на выбор будет ограничено, а если кто-то откажется выбирать или не сможет сделать выбор, то этого участника удалят, а последний оставшийся и будет победителем. Причем в английском языке слово «элиминэйт» можно перевести как «устранить, ликвидировать или уничтожить», что могло бы напрячь участников, но нет. А на вопрос Ерша, неужели вы не можете помочь нам всем без этой игры, Ебабович отвечает, что только такая игра с ответственным выбором может определить достойного его помощи человека. Думаю, принцип всего происходящего вам уже понятен. Олигарх задает вопрос, что бы вы сделали, и дает два варианта на выбор. И раз пошла такая пляска, давайте сыграем и мы с вами. Что бы вы выбрали, смертельно заболеть или стать одержимым демоном? Что бы вы выбрали, изгнать этого демона или принять его? Что бы вы выбрали, сериал про мистику или сериал про врачей? И вот в последнем вопросе выбирать не придется, потому что вышла главная премьера года на Иви, сериал «Тринадцатая клиническая», где сложным образом переплетены мистика и медицина. Сериал повествует о талантливом хирурге Кирилле в исполнении Данилы Козловского, который попадает на работу в тринадцатую клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Герой погружается в хитросплетение отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в своей способности определять, кто здесь зло, а кто добро. Постепенно он понимает, что и сам одержим могущественным демоном, который только и ждет своего часа, чтобы проявить себя. Каждая серия — это отдельная история борьбы медиков за жизнь очередного одержимого пациента, так что сериал обещает быть насыщенным. И так как диагностика паранормального далеко не идеальна, приготовившись встречать одного демона, врачи натыкаются совсем на другого, к борьбе с которым были просто не готовы. И чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства получения болезни пациентами. Звездный каст, оригинальная задумка и нетривиальный сюжет, чего ж еще не хватает для полного счастья. Верно, ссылки в описании, по которой вы сможете посмотреть все серии тринадцатой клинической сразу, без недельных ожиданий. Сериал также доступен по выгодной подписке Изи Иви, всего за 99 рублей в месяц. Ну так вот, Ебабович завершает вступительную речь и спрашивает у участников, есть ли кто-то, кто не хочет играть, потому что сейчас у них есть последняя возможность отказаться и спокойно уехать домой. Но все, даже пьяный МакКалистер соглашаются остаться и продолжить. Олигарх дает начало, и Берримар привозит в комнату нечто закрытое тканью. Походу, Ебабович раскрывает немного истории Дворецкого, говоря, что Берримар был дознавателем, то есть мастером пыток в Ми-5. И этот навык ему явно пригождается, потому что за черной тканью скрывается самодельное устройство для пыток электрическим током. Видя это, МакКалистер резко встает и пытается уйти, но Ебабович требует того остаться, потому что он уже сделал свой выбор. Однако тот не успокаивается, и Берримар убивает его выстрелом пистолета. Страшно даже представить, что этот Берримар-47 сделал бы собакой Баскервилей. И теперь герои резко осознали свое положение, хотя и до этого хватало намеков, что здесь будет жарко. МакКалистер очень осторожный конспиролог, но почему-то даже он не придал значения всему происходящему. Эти закрытые окна, которые говорят о том, что хозяин поместья не хотел бы, чтобы их видели, или чтобы кто-то через них вышел. Это издевательская забава, унижающая достоинство. Да и в принципе идея, что победитель в детской игре получит шанс наладить жизнь, должна была насторожить. Даже теоретически, какие или-или этот тип может дать на выбор при условии, что должен остаться только один победитель. Поцелуешь ли ты Ириску или Бабулю? Таких заданий они ожидали. Здесь явно будут задания покруче, раз участники по собственной воле должны будут отказаться от их выполнения, забыв про приз. Например, чтобы вы выбрали секс у всех на глазах с Ириской или Бабулей? Вот таких заданий ожидал бы я, зная, что на кону стоит серьезная сумма. И я даже не говорю, что герои не уточнили у Ебабовича, что значит слово «элиминейт» в его понимании. То есть, что в точности произойдет с теми, кто не сделает выбора. Одно скажу точно, будь я Макалистером, я бы забрал свои 50 тысяч и ушел пьяной походкой, потому что мне было бы не до игр против молодых и трезвых. Да даже Ириска со своими 10 тысячами заработала больше, чем могла бы за месяцы работы, а Ириски здесь слишком туманные и непонятные, так что ей тоже следовало уходить. Шокированных участников сажают за стол, и даже ветеран Ирака понимает, что вступать в бой прямо сейчас было бы слишком опасно. Бабуля вежливо просит разрешения уйти домой, но Ебабович говорит, что дальнейшее участие принудительно, раз они все решили остаться. После Берримор надевает на голову Ерша и Александры электроды, и олигарх спрашивает у Ерша, кого бы он ударил током, себя или ее. Секунды тикают, и он решает пожертвовать собой, пропуская через себя мощный заряд. Чувак, она не даст тебе за твой героизм, остуди свое траханье и подумай головой. Так как Ерш вынужден выбирать первым, от его выбора зависит многое, ведь судя по реакции на первый удар, другие смогут сделать выводы о рисках. Мужчине в среднем достаточно 80 мА для смертельного удара, в то время как женщине хватит 50. Мы не знаем мощности этого аппарата, однако, судя по отсутствию ожогов и сохранению сознания, один удар можно спокойно пережить. Но я гарантирую, что ударив самого себя, мы окажемся в проигрышном положении на фоне всех остальных. А так как выбора, кроме как победить или умереть, у нас особо нет, я бы ударил своего оппонента. А чтобы облегчить собственный удар, я бы насухо вытер весь пот со своего лица, потому что соленая вода отличный проводник. Ну и конечно же, стоит позаботиться о защите языка, закусив, например, галстук. Дальше выбор дают Александре, и та без колебаний бьет бабулю, которая при этом выживает, что еще раз говорит о том, что удар хоть и болезненный, но безопасный. Бабуля выбирает ударить Беспалова, Беспалый, судя по всему, ударяет Ветерана, он бьет Хероя, а тот выбирает не бить Ириску и получить второй заряд. Круг замыкается на Ерше и Ириске, которая бьет сама себя, и Александра со всего этого прям угорает. Первый раунд кончается, и Бобович объявляет минутный перерыв, в течение которого герои пытаются придумать, как им выбраться из окружения вооруженной охраны. Тут приходит сын олигарха и бесполезный шлепок из говорунов, говнюк, у которого Ириска пытается узнать, зачем они это делают. Из Баловы шматерит ее, и за нее вступается ветеран, однако говнюк Ебобоевич только этого и ждал, после чего уходит до поры до времени. Недальновидно было вступать в открытый конфликт с кем-то из этих психов, потому что наши жизни полностью в их руках. Комнату закрыли полиэтиленом, и начинается второй раунд, где Ебобоевич спрашивает у Ириски, что бы она сделала, ударила Хероя ножом для колки льда в ногу, или же трижды ударила ветерана африканским кнутом-шамбуком. Скорее всего, вам кажется, что лучше ударить кого-то кнутом, чем шилом, но уверяю вас, вы можете ошибаться. Этот южноафриканский твердый кнут называется шамбук, и делают его из шкур носорога или гиппопотама, и боже мой, эта штука может легко стать причиной смерти. Дело в том, что удар шамбука буквально разрушает мышечные волокна, высвобождая в кровь огромное количество белка под названием миоглобин, который становится причиной отказа почек, что приводит к гибели. Именно поэтому логичнее всего было бы использовать это шило, тем более, что такую рану можно сразу закрыть куском одежды. Главное здесь это колоть где-нибудь с краю, чтобы избежать кости и важных артерий. А с другой стороны, если мы вспомним, что это вообще-то соревнование с одним победителем и семью мертвецами, то можно подумать и о том, чтобы избавиться от кого-нибудь целенаправленно, ударив его в одну из множества артерий. Ветеран говорит Ириске, что сможет выдержать три удара, а из-за шила Херой может и умереть. Тогда она хватает шамбок и под руководством Берримора наносит три мощных удара. Очередь Хероя ему предлагают или Шилом в ногу Ириске, или еще три удара ветерану. Теперь понятно, почему не стоило было выпускать эмоции на того говнюка. А вообще это бесчестно со стороны Ебабоевича, потому что из-за такой вот предвзятости один из участников почти гарантированно выходит из игры, не по своей вине, а по желанию большинства, а это против правил. Конечно, Херой бьет ветерана, и наступает его очередь выбирать либо Шила в Хероя, либо еще три удара себе, но уже от Берримора. Думаю, к этому моменту каждый в комнате оценил героизм ветерана, и стоило бы уже подумать о себе, тем более, когда в игру входит опытный Берримор, который наверняка жалеть не станет. Однако ветеран снова принимает свою участь, что глупо, стоило вонзить Шила в Хероя, тем более он только за. Приходит пора выбирать Беспалому, и тот решает ударить Шилом в ногу парализованной бабули, но не бить кнутом отключившегося ветерана. Хотя, надо сказать, что вот теперь, после девяти сильнейших ударов по спине, ветеран все равно погибнет из-за отказа почек и ран, так что всем остальным стоит проглотить остатки человечности и просто избавить беднягу от страданий. Беспалый вместо этого колет прямо в центр ноги бабули, открывая ей сильное кровотечение, что скорее всего убьет ее, а это значит, минимум два игрока не пройдут в следующий раунд, что с одной стороны просто замечательно. Бабуля решает ударить Шилом Александру, но удар получается слабым, и Саша на него пофиг. На Александре Гибобович решает немного изменить правила и дает ей пырнуть ниже плеч совершенно любого игрока на выбор. И та ранит Ириску куда-то в бок, что опять-таки умно с ее стороны, потому что победит только один, остальные должны погибнуть. И я соглашусь с Александрой. Всю игру она только и говорила, что здесь нет места командной работе, и теперь у нее появилась возможность выбрать, кого ликвидировать. Из восьми человек трое уже не игроки, но среди оставшихся есть те, кто способен навредить нам, будь мы Александрой. Жаль, что она изначально вела себя как последняя стерва, сделав себя первой целью на убийство для всех остальных, потому что оставлять ее было бы слишком опасно. На месте Александры я бы не стал ранить Ерша и Хероя, потому что эти двое на протяжении всей игры проявляли себя как настоящие мученики, которыми можно будет манипулировать. На выбор остаются бывший азартный игрок, способный к рациональному мышлению Беспалый и отчаявшаяся женщина Ириска. Но Александра не справилась с убийством, не попав в легкое Ириске, поэтому она скорее всего будет жить. А вот бабуля умирает от кровотечения, и последний участник Йорш выбирает добить ветерана кнутом, но не бить никого шилом. Раунд кончается смертью двух участников, и тогда Херой дает внезапную команду к атаке, которая проходит довольно успешно. Только вот никто из дебилов не додумался схватить оружие углушенной охраны, что приводит к смерти Ерша и пленению всех остальных, кроме Ириски, которая смогла сбежать вглубь дома. Эта попытка была хороша и отвратительна одновременно. Неужели Йорш не подумал, что у Ебабоевича найдется с собой оружие, его лучший шанс выбраться был немедленный побег? Ириске повезло больше всех, поэтому сейчас все зависит от ее действий. В первую очередь, я бы подумал о том, чтобы найти наши телефоны и вызвать полицию. Однако мы не знаем адреса этого места, да и к тому же нас быстро бы нашли и привели обратно. Звонок в полицию мог бы спровоцировать Ебабоевича убить всех на месте из предосторожности. Остается одно, по возможности, хватаем телефон, берем на кухне нож и пытаемся найти выход из этого места, чтобы спрятаться на улице и вызвать помощь оттуда. Ириска хотела выйти через открытое подвальное окно, но появляется говнюк и пытается взять ее силы, однако та дает ему достойный отпор. И тут на сцену выходит, чтобы сразу уйти с нее, Алконя, который знал, что ждет Ириску, и поэтому в нем проснулась совесть. Но вместо того, чтобы вызвать полицию или еще лучше репортеров, он в одиночку пробрался в особняк, чтобы спасти ее, но, сказав буквально несколько слов, он погибает от рук Берримора, становясь таким образом еще бесполезнее, чем он был в Говорунах. Ириску приводят к остальным, где, узнав, что говнюк пытался ее изнасиловать, Ебабоевич извиняется за его поведение и начинает третий раунд. В этом раунде он предлагает героям выбрать между известным и неизвестным. Каждому дают запечатанный конверт с неизвестным наказанием, которое может быть совершенно безобидным, а может быть ужасным. А известная это бочка с водой, в которой придется пробыть две минуты без воздуха. И, пожалуй, это самый легкий выбор за всю игру. Уж не знаю, как вы, я бы ни за что не стал рисковать и надеяться, что в этом конверте написано что-то вроде про кукарекой под столом. Я считаю, что самым лучшим решением было бы не рисковать и пробыть две минуты под водой. Как только герои услышали про воду, им следовало начать делать дыхательные упражнения и успокаиваться, чтобы замедлить сердечный ритм. Неподготовленный человек может задержать дыхание где-то на минуту, но если успеть подготовить себя дыхательной гимнастикой, то результат может улучшиться вдвое. К тому же, при погружении лица в холодную воду, наш организм автоматически сокращает сердцебиение и распределяет кислород, отдавая приоритет жизненно важным органам. А это значит, что при необходимости провести под водой две минуты с большой вероятностью получится. Первым начинает Беспалый, который пытается составить теорию, по которой раз уж он первый и он азартный игрок, а Ебабоевич Ебабо, то логичным было бы представить, что в его конверте безвредное наказание. Однако конверт приказывает того бахнуть петарду у себя в руке. Ему дают настоящую бомбу и приклеивают ее скотчем в кулаке. Ебабоевич при этом говорит, что она может быть бракованной и не взорвется. И за исключением попытки незаметно оборвать фитиль у самого основания ногтями, чтобы при этом он остался в руке, а не упал на пол, вариантов остаться с Теллой рукой здесь нет. Случается бабах, и Беспалый наконец оправдывает свое имя и падает замертво от сердечного приступа. Второй на очереди Херой, тот тоже выбирает конверт, который требует от него разрезать свой глаз с помощью лезвия. Думаю, можно было попробовать разрезать себе века, сделав вид, что режешь глаз, тем более, что они не особо проверяют это. В последнюю секунду он, однако, режет сам глаз и проходит дальше. Айриска, видя эти безобидные наказания в конверте, решает сыграть в субмарину и правильно делает, потому что ей удается продержаться 2 минуты и выжить. А в ее конверте было сказано удалить все зубы, так что молодец, что не рисковала. И вот очередь Александры, которая, видимо, из-за страха воды решает рискнуть с конвертом, но там сказано, что ей придется пробыть под водой 4 минуты вместо 2. И пускай технически это возможно для тренированного годами человека, для бывшей порнозвезды это все равно, что смерть. Ну и последний, четвертый раунд заключается в том, чтобы бросить монетку и выбрать того, чей ход будет первым. Первой ходит Ириска, и тогда Ебабоевич дает ей заряженный пистолет и спрашивает, что она выберет, убить Хероя и выиграть, или уйти с ним и закончить все это, но проиграть. Конечно же, она шла к победе весь вечер и убивает парня, становясь победительницей. Ее хвалят, обещают помочь брату с операцией, да и вообще наладить их жизнь, после чего отпускают домой. Где ее ударяет кармический бумеранг, потому что ее брат, видя в себе Абузу, решил наглотаться таблеток и кончится. Вот так мы и выжили в фильме «Что бы вы сделали?». Пишите в комментариях, как бы вы действовали на месте главных героев. Проявляйте активность в виде лайков и подписок. Становитесь спонсорами на Бусти, вступайте в юрту в Телеграм и подписывайтесь на мой игровой канал. С вами был Вячеслав Бережной. И напоследок, с наступающим вас, друзья мои. Этот год был много хуже предыдущего, но я надеюсь, что в следующем году все придет к адекватности.